В 22 километрах от Парижа находится один из самых известных и выдающихся дворцово-парковых ансамблей в мире – Версаль. Бывшая резиденция королей Франции неизменно поражает своим великолепием и роскошью всех, кто здесь побывал. А начиналось все скромно, на месте будущей резиденции Людовика XIV, короля Солнца, находился самый обычный охотничий домик, напоминавший небольшой средневековый замок, стоящий посреди лесов и лугов недалеко от французской столицы. Король Людовик XIII довольствовался самым малым в прямом смысле этого слова, размеры домика, построенного в 1623 году, были 24 на 6 метров. Его сын Людовик XIV, напротив, решил превратить это место в необыкновенно роскошный дворец. Строительство началось в 1661 году и было закончено только через 50 лет. Целая армия крестьян практически насильно сгонялась на строительные работы во дворец. Лучшие архитекторы Франции того времени трудились для того, чтобы создать подлинный шедевр, восхваляющий короля Солнца, олицетворение его могущества, символ самой Франции. Регулярный парк дворца стал прекрасным дополнением всему архитектурному ансамблю Версальского дворца. Словно продолжением великолепной резиденции стали его террасы, оранжерея, аллеи, статуи и фонтаны, бассейны, клумбы и газоны, а также несколько так называемых архитектурных безделушек, небольших очаровательных дворцов, составивших единое целое с парком. Вплоть до конца XVIII века, до Великой Французской революции, Версаль сохранял за собой статус самого важного и главного дворца Франции. Здесь рождались и жили дети и внуки Людовика XIV, блистали баллы, устраивались маскарады, ставились спектакли. Вокруг Версаля за это время вырос крупный город с населением около ста тысяч человек. С приходом к власти революционеров Версальский дворец был оставлен и пришел в запустение, к жизни его вернул Луи Филиппай, избранный королем в 1830 году. С конца XIX века Версаль стал одним из самых больших и прекрасных музеев мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.